Среднеазиатское озеро, привычно именуемое Аральским морем, до середины прошлого века занимало четвёртую мировую позицию по площади. За несколько десятилетий Арал потерял три четвёртых своего объёма, отступив по береговым линиям до сотни километров. Следом закрылись десятки успешных предприятий, детские лагеря и излюбленные пляжные курорты, в своё время не уступавшие европейским. Масса людей оказались на обочине жизни, ведь сразу в нескольких регионах возникла обширная проблема с занятостью населения. Пустынную жемчужину принесли в жертву хлопку и экономическим программам. Что случилось с Аральским морем в 60-е? Безвредное использование человеком Аральского моря длилось до середины 20-го столетия. Руководство Советского Союза делало высокие ставки на выращивание в засушливой Азии влаголюбивого хлопка, выступавшего в тот период стратегической культурой. В 30-е для подпитки хлопчатника там начали массово прокладывать каналы. К 60-м Центральный комитет решил увеличить посевные площади вдвое, что было отмечено повсеместными празднествами. Через сбыт хлопка азиатские республики собирались избавиться от вековой нищеты, начав интенсивный водоотбор для ирригации. Эти процессы привели к резкому сокращению воды в озере, при этом её соленость росла. Средняя Азия выступала за любые проекты, касавшиеся развития хозяйства. Проблемы экологии никто даже не рассматривал. На кону стояло только финансирование, обогащение и процветание. Влага для полива новых плантаций бралась из Амударии и Сырдарии, обе эти реки питали Аральское море. Лишившись речных притоков, море стремительно засыхало. Почему Москва не замечала надвигающиеся катастрофы? До самого 1985-го проблема Аральского моря не обсуждалась. О надвигающемся коллапсе впервые открыто заговорил Михаил Горбачёв, но было поздно. В 1989-м Арал самопроизвольно разделился на два независимых бассейна – Северное Аральское море и Южное. За 300 лет, с 1960-го до 1990, орошаемая площадь Центральной Азии выросла в два раза – до 7 миллионов гектар. Объём моря снизился троекратно – с 1083 кубометр до 323. Несмотря на то, что поднятый на всесоюзном уровне вопрос выглядел шокирующе, никто не спешил сокращать отбор воды из рек доноров Арала. В пикирующей стране и без того хватало забот, а непосредственно управленцы Азии спешили ухватить пока ещё поступающие финансы. Всем очень хотелось, чтобы и море было, и хлопок оставался. Но надвигалась катастрофа планетарного характера. К концу 80-х озеро фактически перестало существовать единым бассейном. В южной части высохшего Аральского моря появилась новая пустыня Аралкум. Значение потери Арала для климата. С отходом от берегов Аральского озера при Аральские зимы стали холоднее, лето жарче, уменьшились объёмы осадков. Погибла рыба и подводная растительность. Но самым, пожалуй, страшным последствиям признано то, что обнажились огромные соляные залежи с ядохимикатами, смытыми с хлопковых полей. Песчаные бури сменились соляными, ведь новообразованная пустыня оказалась на сильнейшем ветровом течении. Впоследствии пестициды со дна Аральского моря обнаружили у пингвинов Антарктиды. Вредоносная пыль достигала и южного, и северного полюсов, оседая в Гренландии, на горных европейских ледниках, в Волгоградской, Свердловской, Саратовской областях России. Высыхание Аральского моря пагубно сказалось и на положении прибрежных жителей. С сокращением речного стока не стало весенних паводков, снабжавших низовья Амударии и Сырдарии пресной водой. Как итог, прекращение сельскохозяйственной деятельности. До резкого падения уровня воды в Приорале функционировали два крупных порта, на месте которых вскоре остались лишь поржевевшие остовы кораблей. Прекращение рыбной ловли с увеличением солености воды крепко ударило по всей региональной инфраструктуре. Обмеление сократило и грунтовой воды, в результате чего исчезла привычная в тех местах густая зелень. Резко сократилось количество млекопитающих и птиц при сопутствующем падении поголовья. Развал Союза, спасший Сибирь. Когда проблема подошла к точке невозврата, возникла идея спасать орал ценой жизни сибирских рек. Задумали построить канал в 2500 км, по которому воды Иртыша и обе направятся в умирающее море. В перспективе предполагалось таким же образом поступить с Енисеем и Леной. Специалисты сегодня утверждают, что такое решение вело бы к чудовищной катастрофе для всей Сибири. Азиатские номенклатурщики наиболее активно продвигали вверх эти проекты. Учёные молчали, опасаясь реакции сверху. Развернуть реки хотели властные министры, генералы военно-промышленной комплекса, партийная элита Средней Азии. Бурей страстей окутана история с позицией Косыгина по речному вопросу. Ему так и не простили резко негативную оценку проекта, высказанную открыто в лицо членам Политбюро. Решение разворачивать реки было принято, запланировали потоки гигантских газсредств. К проекту подключили лучшие научно-исследовательские институты, высокопоставленных чиновников, аппаратчиков. Безумные действия были приторможены усилиями учёного-геолога с мировым именем Александра Яншина. Когда он занимал пост вице-президента Академии наук, вокруг него объединялись авторитетные климатологи, географы, биологи и математики. По сути, эти люди выступали независимыми экологическими экспертами. В едином научном порыве они решились спасать родину, зная, что против них восстанет идеологическая машина. Учёные заявили, что прокладка канала перекроет вековые миграционные пути животных, и первым вымрет северный олень. Алтай останется без воды, повысится соленость ледовитого океана из-за уменьшения пресного стока с последующим передвижением границ вечной мерзлоты вглубь России. Всем сибирским рекам грозило сокращение рыбы, что в свою очередь привело бы к голоданию малых северных народов. С высыханием западносибирских болот огромным территориям предрекались обширные торфяные пожары, а пойменным лугам затопление с потери кормовой базы для скота Сибири. К счастью, с перестроечными процессами экономическая обстановка в Советском Союзе осложнилась, и проект оказался не по карману. Советский Союз распадался, и благодаря этому природа Сибири была спасена. Сибири была спасена. Сибири была спасена. Сибири была спасена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok